МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация развернулась таким образом в Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы, под каток националистов. И поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать. Но сразу же подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, которые проживают в Крыму. ЗАСТАВКА ЗАСТАВКА ПОТОРОВА выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. Говорю вам совершенно откровенно, честно говорю. Я про себя подумал, если люди так захотят, значит, так тому и быть. Значит, они будут с большей автономией, с какими-то правами, но в составе украинского государства. Пусть так и будет тогда. Но если они захотят по-другому, тогда мы не можем их бросить. Мы результаты референдума знаем, и мы поступили так, как обязаны были поступить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внимание, уважаемые пассажири, на вокзале вы можете воспользоваться услугами комнаты отдыха, которые расположены во внутреннем дворике вокзала и подарками возле часовой башни вокзала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, на самом деле, рада и я согласна с вами на помощь, что мы вернулись домой. Вот, тихо, все мирно, можно спать спокойно. Вот, и чувствуешь себя защищенным самым. Продолжение следует... Я помню... Что, преподаете? Историю. А это в Симферопольском университете? Нет, в техникуме. В техникуме. Да, поменялась у нас теперь история России, всеобщая история, которая отличается гораздо сильно от украинской. Там у нас прямо теперь идет пропаганда государства, пропаганда Великой России. Навязывание культа победы, величия русского оружия. Если говорить, да, уже в 20 веке, то все внимание уделяется Второй мировой войне в основном. И в дальнейшем распаду СССР, построение новой России. И, конечно же, новые учебники привезли, и там есть обхождение Крыма в состав России. Там все красочно описано. Уже с 2014 года? Да, уже есть. Там красочно все описано, что это воля народа Крыма была, что никто ничего не захватывал, там это все пропущено, что все купили в магазинах оружие, пошли в футбор, в танки. Ну, молодцы ребята, написали как надо. Для простого человека жить в Крыму, в Симферополе в целом не изменилось. Как бы они что получили в гривнах, ну, свою зарплату, что в рублях теперь стало больше, они все довольны, особенно бюджетники, что стали зарабатывать больше. А цены выросли гораздо, где-то в половину, где-то больше. Ну, как бы, в такого настроения критического, ну, в обществе, что вот все пропало, все цены вот такие нету. Все, ну, ходят, да, ну, цены большие. Вот, а в плане психически, психологически стало вот очень трудно, особенно с войной, которая ведется. Как объяснили сотрудники, мы идем в железнодорожный районный отдел для отдачи пояснений о том, что люди развернули украинскую символику, сим, с надписями. А украинская символика – это что-то запрещенное законами России. Пока меня не задерживают, меня просят дать письменное объяснение, а почему такое произошло. Субтитры создавал DimaTorzok